Шоу в позитиве проходит. Тем более, я впервые принимаю участие, когда собирается 700 детишек, которые смотрят за плёп и слушают нас в прошлом, чемпионов и на мероприятиях, присутствующих главарь, писал, где-то Александр Дмитриевич, да. Это, собственно, со своими примерами, теми слайдами, которые вы видели на экранах. Мне самому было интересно узнать о многих вещах, которые, конечно, я знал в прошлом, но осуществить свою память и донести это до нашего подрастающего поколения, мне кажется, знаково. Поэтому здорово, что дети вытяжелили два часа, всё-таки это немало для того, чтобы отсидеть, да, полноценная пара на университетских занятиях, не говоря уже школьных. Мне кажется, мы принесли свой вклад в развитие спорта в нашей стране. Я даже специально спросил, сколько людей занимает спортом в Заре и удивился, что почти все подняли руки. Я думаю, те, кто ещё не пришёл на путь занятия спортом, он это сделает в ближайший день или два, потому что сейчас нас впереди ещё ждёт олимпийская зарядка, да, только занимаешься слишком элементарными видами упражнений. Надеюсь, что все от этого получат огромное удовольствие и, повторюсь, будут на «ты» со спортом, будут гармонично развиваться и нести свет и радость в нашу жизнь. Большое спасибо. Иван, спортивно-политический вопрос. Доводилось ли во время спортивной карьеры пользоваться милдранатом? И почему именно сейчас вот такая волна поднялась, на ваш взгляд? Это очень сложная тема, потому что то, что было разрешено вчера, сегодня уже запрещено. Но милдранат – это тот препарат, который был обычной составляющей в любой аптечке доктора, в любой команде. Поэтому здесь ничего у детей нет, потому что ряд спортсменов употребляли его в прошлом. А то, что он ловится сейчас, я не верю в то, что наши спортсмены сознательно употребляли этот препарат после того, как он был запрещен. Но в этом должны разбираться медико-биологические лаборатории, которые должны выяснить, почему, как и по каким причинам он остался в организме наших спортсменов. Я надеюсь, что все это разрешится в ближайшем будущем. И те, кто неоправданно обвинен, будут оправдывать. Спасибо, Иван. Иван, для любви. Спасибо.